привет приветствую вас на своем канале как вы уже наверно догадались кто со мной давно я нахожусь на даче у нас уже холодно у нас уже давно холодно честно говоря я все ждала что наступит бабье лето сейчас как на зло солнышко вылезло но холодно но к сожалению этого бабеева лето так и не наступает меня все никак не получается я сейчас полностью сижу с бабушкой и лишний раз вырваться не выходит но даже так если бы было время все равно бы ничего не получилось потому что холодно холод работать невозможно что как дела у меня на даче в принципе немножко так пособирала приобрел навела порядок но еще работать и работать урожая в этом году толком не было были огурцы было много огурцов как раз они были тогда когда я была в казахстане их сестра собирала мариновала раздавала вот помидоры покрыла фитоспороз потому что у нас дожди и сыра и холодно было но этого и следовало ожидать вот поэтому когда я приехала я быстренько дособирал остатки огурцов перекопала землю сейчас вам покажу где была картошка вот здесь и перекопала и засела сидератами в принципе пускай сейчас у меня до зим зимов до холодов и в зиму будут сидерат ведь они даже толком не растут уже месяц чуть меньше месяца и толком не растут обычно они к этому времени уже высокие тут всего ничего ну сантиметров может 10 так тоже грядку где были огурцы доложила туда компост перегной и засыпала сидератами тоже вот сидят сидерат и совсем маленькие и не растут ну пускай хотя буки так не будет сорняков теперь вот эти две грядки вот остатки помидор но их уже нужно вырывать но честно все никак времени не не доходит не получается руки не доходят вот и плюс вот эти вот грядки у меня уже разваливаются вот видите там отвалилась в общем они идут на замену так же как и это будут делать из камней камни уже заказала в следующую пятницу они будут уже в доставке их привезут поэтому мне нужно освободить эти грядки хотя бы вот одну срезать навести порядок помимо этого мне нужно еще другие порядки нужно навести у меня больное место это моя ежемалина и малина вот она заросла и же не помню приходила смогла по времени тоже было холодно прошла буквально три часика поработал даже чуть меньше успела вот эту сторону прорядить и вот эту теперь нужно еще туда дальше и с той стороны и ежемалина мне кажется вот это вот будет самая основная работа потому что трудоемкая а все остальное уже можно потом прибегать и делать то есть он дальше уже не так сложно здесь вот георгинчики растут пусть сидят до холодов маленькие беленькие георгины здесь у меня виноградик соседка дала палочку попробовать я воткнула и она 2 давала и одна из них принялась а вторая нет вот теперь нужно будет думать как его распределять виноград кстати тут очень вкусный такой крупный и примут запах аромат винограда нужно вот будет теперь тоже думать как его распределять пошло две ветки вот давайте с вами посоветуемся кто специалисты подскажите в общем вот здесь вот у меня раньше была теплица его здесь была посадка я картошку здесь сажал теперь мне это все надоело я здесь садила травой оставила место весной посажу сюда сливу здесь вот здесь я сделаю грядку для гортензий вот тут где земля видите еще я положу плитку продолжим ну чтобы было там пошире чтобы было удобно проходить там ягодные кусты так и остаются моя идея была какая вот это вот так же все убрать остатки от теплицы тоже здесь перекопать и засеять травой ну максимум может быть вот здесь сделать тоже еще одну грядку для гортензий посмотрим это мысль теперь с виноградом как мне поступить виноградом он дал две плети вот одна плеть и вон туда я кинула вторая плеть я думала поставить сюда кол и в конце вот этой грядки тоже поставить кол одну плеть вот эту так протянуть в длину и уже от нее чтобы весной вот так вот высоту шли побеги и там был урожай и вторую плеть протянуть вот сюда также чтобы вверх шли урожай получится мне как бы две плети и такая стенка живая изгорит так скажем ну вот не знаю может быть кто чё подскажет другой вариант вот так вот это выглядит общая картинка не знаю что можно еще придумать как-то сверху накрывать чтобы сделать такое место укрытое типа шалашика не знаю как это сваргань пока в голове вообще никак это не укладывается в общем нужно думать если вдруг у кого есть идеи подскажите поделитесь может действительно что-то интересное придумаем и можно будет использовать вру три плети вот третье плет плетка под плет пошла так но здесь была убери голубика тоже вроде бы тву 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 нормально все также крыжовник красный полотна до убирать ногу это все можно сделать позже сейчас вот вот это вот больное место так все еще у меня получается вот этот тигряток будет много досок и чтобы не было это все в хлам чтобы не было кучи разных не лежало мусора я сейчас хочу разжечь поставить бак и пока буду работать периодически подбегать и скидывать доски старые которые были на сгореть в костер чтобы была зола тем более пока я здесь буду работать до вечера вроде как надеюсь и чтобы она потихоньку тлела а еще я себе у меня на днях был день рождения я себе купила подарок типичный для меня сейчас покажу тогда моя очередная игрушка вот короче я замучилась уже кого-то просить как-то лазить по деревьям соответственно я же все-таки девочка им не тяжело элементарно даже пилить вот такие вот палочки потом нужно деревья мне спиливать вот предположим вот тут слива да она уже старый уже старая ее нужно убирать но вот это вот наждачка пилить но мне честно сил не хватает и спина начинает болеть поэтому я купила себе вот такую маленькую пилочку для ногтей вот попробую мне кажется ей будет удобнее пилить и мне полегче и там где-то ветки вот так вот на весу спилить короче сегодня буду и экспериментировать экспериментируйте как раз вот и сейчас я напилю доски которые здесь лежат которые в баках лежат и устрою костер сначала переоденусь потом это все напилю устрою костер и пойду работать в малине вас приглашаю составить мне компанию не так будет скучно а может кого-то и стимулирую тоже чтобы пойти на дачу и навести какой-нибудь порядок либо вообще что-то поделать пока теплые теньки ну нам теплые теньки не светят судя по всему все хватит болтовни времени мало нужно работать короче я переоделась подготовилась кто не знает но опять таки сделаю пометку что я это рассказываю то как у нас на земле как на нашем феррайне дачный корпор корпоратив и рассказываю конкретно про свою дачу и про то как наше руководство на даче мне сказала в общем у нас не разрешено жечь палки доски деревьям в открытом пространстве например ложить на землю зажигать костер либо в кукмаре у меня есть на канале видео где покупала кукмару его там готовить принципе она закрытая но как чашка до большой такой туда ложишь доски можно жечь и готовить она закрыта она никуда не тянется но нет в нем жечь нельзя можно сжечь палки доски ненужные вот именно вот в таком ведре я не знаю чем это объясняется честно моей логике это не поддается в общем вот такой бак вот такой бак с дырками пожалуйста вот в таком баке вы можете сжечь хотят та же самая система и в кукмаре только кукмара даже чуть чуть меньше но нет там нельзя здесь можно поэтому я вынуждена была приобрести вот такую штуку чтобы я в ней могла сжигать ненужные все ветки палки доски и так далее и потом эту залу просеивать и использовать в огороде именно этим мы сейчас и займемся распилю ветки палки и начну это все жечь и в течение дня пока буду работать буду сюда подкидывать все пошла экспериментировать и попробовать свою новую машиночку а 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 и и и и и и а и и не знаю вроде бы как-то горит но вот эти доски оказались и сырыми горит сейчас бумага и специально такое этот белые штучки которые позволяют другу долго в не держаться Сейчас посмотрим, получится ли дальше разжечь или нет Ну все, слава богу, я разожгла Вообще не с первого раза получилось Зажгла Он погас, я кинулась У меня моя вот эта вот зажигалка кончилась Мы еще все такие куряги, что у нас на даче нету Блин, ни зажигалок, ни спичек Я все перерыла, нету Пошла туда к офису, смотрю Один из руководителей стоит Я говорю, слушай, у тебя есть зажигалка либо спичка Я говорю, сжечь не могу, он-то куда есть Дал, я пришла, я сразу разожгла Все, сразу подкинула побольше И теперь пошла делать малину Работать в малинке Вроде бы, знаете, распогодилось Солнышко, вроде бы потеплело Утром такой туман был, такая халдрыга была А сейчас вроде бы ничего Но надо быстренько успеть поработать До холодов В общем, короче, такая ситуация Я не знаю, как мне правильно поступить У нас позапрошлом году был град Видео есть на канале, у меня побило все помидоры Короче, лишилась всего урожая Так вот, в том году град очень сильно побил малину А у меня малина такая, которая Вот в этом году дает побег Он не плодоносит Плодоносит второгодка И вот этот побег, который в этом году Он будет плодоносить на следующий год И получается, вот эти все молодые побеги Мне побило И, соответственно, у меня в этом году Малины не было Я надеялась на то, что вылезут молодые побеги И в этом году, получается, они будут молодые И на следующий год они уже будут плодоносить Но я не знаю, что пошло не так Молодые побеги вылезли Вот этот стол, предположим, молодой побег И из него пошло три Раньше такого не было Мало того, что из него пошло три Но я, правда, говорю, в этом году И не сильно не обрабатывала ничего Но все равно Видите пятна? Я знаю, что это бактерии Я знаю, что это инфекция Что это болезнь Но вот эти пятна на всех И я теперь вот не знаю Как мне нужно поступить Во-первых, странно, что из одного ствола Идет три ствола Вот А во-вторых, на них вот этот вот инфекция Я не знаю, как поступить Что делать То ли оставлять И посмотреть, как будут И вот эти просто вот все ветки распределить То ли нафиг все вырезать И еще один год быть без малины Вот вообще не знаю, как поступить Подскажите Я даже сейчас вот сижу Я ковыряюсь И я не понимаю, как мне лучше сделать Вот честно, я в замешательстве Уф У нас уже полчетвертого вечера Уже холодно стало Уже прям это я ощущаю Периодически подхожу к костру Подкидываю Все сожгла Один бак полностью освободила Там уже несколько лет лежали доски Полностью освободила Все горит Теперь можно будет пилить новые Есть место Вот Как выглядит Там и дерево было Все Теперь можно будет как раз Распиливать доски С грядочек Складывать туда, чтобы они подсушивались И использовать потом уже Дальше по назначению При необходимости Там вдруг грелить когда Либо так же просто Костер пожечь Погреться Какие дела у меня С малинкой В общем Я более-менее Вырезаю Предположим Вот оставляю Одну палочку И от нее веточки Распределяю Но, говорю Меня смущает Что вот тут Вот эти черные пятна Я жду Ваших подсказок Делением Опытом Как это Что это Можно ли это оставлять Либо лучше вырезать Думаю Сейчас вот этот пролет Еще закончу Тут еще один пролет С этой стороны И на сегодня Именно с малиной Все Потому что уже холодно Сидеть на земле Уже прям это подтягивает Сейчас пока еще светло Думаю Сделаю небольшую паузу И соберу яблочки А то ветра дожди Яблоки падают И на земле Они начинают уже пропадать И в итоге Ничего не остается Вот Хочу сейчас собрать Яблочки Ну и потом уже дальше Доделать малинку Вот Такие вот дела Тут у меня Грядка есть Вот она сейчас Спрятана Под ежевикой Вот Здесь очень сильно Просела земля И я решила В этом году Ее сейчас наполнить Компостом Компост складывать сюда Приносить био Из дома Сумку Вот сейчас каждый раз Ко я прихожу Собираю биоотходы Сюда складываю Листья Вон там как раз В прошлый раз Когда малину чистила Оборвала листья Палки не стало Только листья Тоже складывала сюда В общем этот год Я пособираю Компост сюда Потом Перегной Сюда положу Который С компоста Уже Два года Который лежит Вот И эту грядочку Ну не знаю В следующем году Наверное Использовать не буду Так что Посмотрим Сейчас что Успею Знаете Так хорошо На даче Тихо Спокойно Прям свежий воздух Тишина Если б не холодно Было вообще идеально Так что Вот так Вот такие вот дела Работа есть Но одно Я не успеваю Все делать Сразу Хотя Хочется Поэтому Понемножечку Потихонечку Будем делать Ну ничего страшного Все успею Все сделаю Ладно Пошла я яблоки Собирать И потом К малинке Опять вернусь Ой Господи Дурная голова Ногам покоя Не дает Рукам тоже В общем Чтобы мне собрать С одной яблоки С одной яблони Яблоки Все уже Язык отключается Мне нужно залезть Вон туда Снизу-то я пособирала А вон туда У меня не получается И что вы думаете Я поставила Лестницу Не знаю Во-первых Я нахожусь Сюда на даче Будет прикол Если она вернусь Так эпично С ведром яблок Как вы думаете Давайте ставим Ставки Господа Елена Сергеевна Совершит Полет года Или все-таки Обойдется все нормально Ой господи Не знаю Боюсь 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 Я вообще боюсь Высоты Особенно еще когда одна И в принципе Они устойчивые Но если бы внизу стояла Настя держала Мне было бы спокойно Ну а так Так придется самостоятельно Ладно Полезла я Вот так Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok и ехать домой. Смотрите, какую красоту я привезу домой. Аромат, не представляете. Вот эти яблоки, которые я снимала со стеллажа, они вот именно осенние. Они такие вкусные, такие ароматные. Приеду домой, переберу их, сложу в ящичек и они зиму будут лежать. Ну все, на сегодня получается. Я закончила работу. Не знаю, завтра получится, не получится. Но надеюсь, что получится. Прийти хотя бы закончить те палочки. Я уже дома. Уже поставила манточки варить. Вот манты. Через сколько? Через 35 минут будут? Дочка говорит, мне не показывают. Через 35 минут будут манты, пока манты варятся. Короче, у нас есть такая тема. Мне дали вот такие киви. Я никогда не видела. Может кто видел, напишите. В общем, они маленькие. Вот это вот половинка от целой киви. У них практически шкурки вот этой волосяной нет. Видите, гладкая. И они сладкие-сладкие, вкусные-вкусные. И мы, короче, решили посадить их дома вырастить. Вот горшочек принесла. На, Настюш. Мне кажется, надо разрезать его пополам и положить. Ну да, пополам. Просто чтобы вот так, вот так вот. в две этих. Ну, чтобы побольше. Можно даже, знаешь, еще. Такуда? Не, ну, чтобы семена веще. В одном месте много семян. А так мы их разделим. Не знаем, прорастет что-то. Не прорастет. Все, теперь вот так вот раскладывай четыре. Дыречки не надо делать. Сверху просто прис... А, пролей землю немножко, возьми. Короче, что получится, не знаем. Ну, попробовать можно. Чуть-чуть много не лей, чтобы... Юные ботаники. Вот. Еще, мне кажется. Вот сюда вот налей, здесь сухо. Все, водичка пошла. Давай, раскладывай. Угу. У нас сильно краю не надо. Если вдруг... Вдруг случится чудо и прорастет, будет тесновато. Угу. Вот тогда, в принципе, мы нормально. Все, бери землю, засыпай сверху. Не знаю. Надеемся, получится. Ну, что очень вкусно, да, Настю? Возьми вот так вот, раскрашивай землю, чтобы она это пухом была. А то вдруг твердо спать будет им. Растите, растите. Большими, вкусными, зелеными. Вырастите за эту зиму. А весной мы на следующий год на дачу посадим. На дачу мне это... Че? Ханапы. Да прям. Все, спасибо. Нет, оставь этот... Там это кажется, что много. Там немного земли. Куда ее теперь, обратно что ли? Продолжение следует...